На запад России надвигается Азорский антициклон. Здравствуйте, дорогие любители путешествий. Сейчас мы с вами отправимся в Соединенные Штаты Америки, в штат Юта, в столицу этого штата, Солт-Лейк-Сити, в переводе «город соленого озера». Солт-Лейк-Сити – город необычный. Необычен он тем, что, во-первых, в этом году, в феврале, там начнется зимняя Олимпиада. Это, собственно говоря, повод для нас был посетить этот город и вас с ним познакомить. Необычность состоит в том, что рядом с этим городом находится соленое озеро, которое и дало название этому городу. Озеро зимой и весной заполнено водой, а летом, в жаркую погоду, оно пересыхает и образуется соляная идеально гладкая поверхность. И именно там, как вы знаете, проводятся всевозможные автомобильные испытания, и именно там были поставлены главные мировые рекорды в скорости автомобильной. Кроме этого, город Солт-Лейк-Сити, или просто Солт-Лейк-Сити, находится у подножья скалистых гор. И вот дующие из Тихого океана тёплые ветры задерживаются на склонах этих гор, выпадает обильный снег, и там образуются прекрасные условия для катания на горных лыжах. Американцы считают, что там самые лучшие в мире горные склоны, но, по крайней мере, они лучшие на континенте. Что же касается вообще штата Юты, то это удивительно красивый, может быть, один из самых красивых штатов в Соединённых Штатах Америки. Рядом находится Невада, и на юге Аризона. И вот на границах особенно интересная и очень красивая природа. Там находятся знаменитые каньоны, знаменитые арки, горные склоны, выветренные причудливые формы, холмы. Именно там снимались знаменитые ковбойские фильмы. И так что эти пейзажи нам достаточно знакомы. Именно отсюда возникло наше представление о диком Западе. Кстати сказать, европейцы в штате Юта появились сравнительно недавно. В 1847 году большая группа переселенцев перевалила через скалистые горы и основала этот город. И основала, собственно говоря, и штат Юта. Итак, Солт-Лейк-Сити. 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 Каждый год с ноября по май склоны гор, окружающих Солт-Лейк-Сити, пестрят разноцветными костюмами лыжников. В разгар сезона на пятачке перед подъемниками буквально не протолкнулось. Более трех миллионов человек ежегодно выбирают юту местом своего зимнего отдыха. И это неудивительно. Здесь любят говорить, возьмите с собой настроение, а всем остальным мы вас здесь обеспечим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немного времени и останется только свист ветра в ушах, снежная пыль из-под гусениц и беспричинное ощущение счастья в душе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И все-таки главное, ради чего сюда едут люди, это знаменитый снег Юты. Он пышным одеялом укрывает склоны гор. Может показаться невероятным, но средняя толщина снежного покрова здесь достигает 13 метров. И это гарантирует необыкновенное катание. И потому не случайно ежегодно в Солт-Лейк-Сити проводятся национальные и международные состязания по зимним видам спорта. В этом году к ним прибавилась еще и зимняя Олимпиада. Подготовка к ней началась несколько лет назад, и сегодня огромные спортивные комплексы, рассчитанные на круглогодичные тренировки, ждут того момента, когда в них забьется жаркий пульс состязаний. А до них осталось совсем немного. КОНЕЦ Наверное, во многом уникальность Олимпийских игр состоит в том, что помимо спортивных достижений они дают людям Земли возможность лучше узнать друг друга, прикоснуться к иной культуре, открыть для себя новые земли. И с этой точки зрения Юта – край поистине благодатный. Он по сей день полон загадок. Еще до прихода первых поселенцев здесь жили два таинственных народа – Анасазий и Фремонт. Следы их поселений разбросаны по всей территории Юты. Но до сих пор никто не знает, как сложилась их судьба. Они растворились в потоке времени, оставив после себя многочисленные наскальные рисунки. Кстати, некоторые из них заставляют сомневаться в правоте утверждения, что динозавры вымерли задолго до появления на Земле человек. По-настоящему эту землю открыли миру не так давно, в середине 19 века, когда сюда пришли первые переселенцы. В 30-х годах 19 века в Америке возникло новое религиозное течение. Эти люди называли себя последователями Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Более известны они в миру как Мармур. Из Старого Света к берегам Америки плыли их многочисленные последователи. Многие из них пустились в плавание впервые в жизни еще не ведая, какие испытания уготовила им судьба. История знает немало примеров, когда столкновение мировоззрений приводило к самым трагическим последствиям. К сожалению, так случилось и в этот раз. Причиной освоения Юты стало то, что историк Бен Крофт назвал величайшей насильственной миграцией в истории Америки. Нападки со стороны части населения вынуждали мормонов раз за разом покидать освоенные земли и в конце концов привели к тому, что 6 апреля 1847 года караван переселенцев двинулся через прерии на запад. Так начался беспримерный переход длиной более двух с половиной тысяч километров. Путь был тяжелым. Его участники заплатили суровую дань. Одна из самых страшных трагедий разыгралась на подступах к скалистым горам, когда путники были застегнуты разыгравшейся снежной бурей. Люди мерзли в обледенелой степи. Развести костер было не из чего. Глубокий снег мешал продвижению вперед. Поднявшийся ураган вынудил участников перехода окончательно остановиться. Запасы продовольствия постепенно закончились. Помощь подошла, но для многих слишком поздно. Могилы более трех тысяч человек отмечают путь мормонов на запад к месту, где 24 июля 1847 года ими был основан Солт-Лейк-Сити. В память первопроходцев 150 лет спустя сотни людей со всех концов земного шара повторили этот беспримерный переход. Их путь был также долг. И, наверное, они испытали такие же чувства, как и те, кто в конце долгого пути увидел простирающуюся у подножья гор-долину, то есть место, которое с того момента стало их домом. КОНЕЦ 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 Трудно представить, что на месте этого утопающего в зелени города когда-то простиралась бесплодная пустыня. Солт-Лейк-Сити сегодня современный и устремленный в будущее город. Его обитатели под стать городом. Население Юты самое молодое в сравнении с остальными штатами. Еще во многих аспектах про Юту можно сказать, что она самая-самая. Здесь самый низкий уровень безработицы, самые лучшие показатели здоровья по стране и самый высокий уровень образованности. Наверное, поэтому многие крупные компании стремятся разместить тут свои штаб-квартиры и высокотехнологичное производство. Каждый год почти пять миллионов человек приходят на храмовую площадь города, чтобы полюбоваться на этот шедевр архитектуры. Это главный храм церкви Иисуса Христа святых последних дней. Хотя большинство населения Юты и Мормоны здесь доброжелательно относятся ко всем конфессиям, поэтому в Солт-Лейк-Сити можно встретить различные церкви, в их числе и православные. Солт-Лейк-Сити здесь живут люди самых разных национальностей и по насыщенности культурной жизни Солт-Лейк-Сити не уступает крупнейшим городам мир. Предмет особой гордости хор Табернакл. Хор широко известен во всем мире. Он неоднократно выступал на многих сценах мира, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге. Музыку здесь любят. Многие члены семей владеют как минимум одним музыкальным инструментом. Кстати, семья для жителей штата Юта самая главная ценность. Семейная жизнь внешне, наверное, мало отличается от жизни семей в других штатах. Но при ближайшем знакомстве удивляет какое-то особое трогательное отношение членов семьи друг друг. Наверняка можно и в других местах встретить семьи, в которых существуют такие же теплые отношения, но в Юте с этим сталкиваешься на каждом шагу. Семьи в Юте достаточно многочисленные. Иметь 6-8 детей это норма. Здесь считают, что дети и внуки главное богатство человека, то, ради чего он приходит в этот мир. Если бы у штата существовал свой девиз, то, скорее всего, он звучал бы так «Families forever», что означает «Семьи вечны». Поэтому, наверное, совершенно закономерно, что именно в Солт-Лейк-Сити существует уникальная и единственная в мире библиотека семейной истории. Пожалуй, это одно из немногих заведений в Америке, куда еще до открытия выстраивается очередь. Здесь собран огромный архив, в котором человек, интересующийся родословной, а для мормонов это важный элемент веры, может отыскать несколько поколений своих родственников и восстановить утраченные связи с ныне живущей родней. Основное хранилище библиотеки расположено в нескольких туннелях, проложенных в горном хребте. Там хранятся бесценные пленки микрофильмов с копиями метрик, собранных по всему свету. Их количество на сегодняшний день уже превысило 2 миллиона. Это число неуклонно растет, а вместе с ними и шанс проследить свое родослово. Толь бережное отношение к своим корням порождает у жителей штата чувство сопричастности к делам предков и можно с уверенностью сказать, что дух первопроходцев до сих пор живет в их сердцах. Субтитры субтитры современный ковбой остается ковбоем даже если под седлом у него железный конь, а по части удалей им порой просто нет равных. но самое главное что вы встретите в каждом жителе штата это необыкновенная любовь и привязанность к своей земле они они знают ее и гордятся и это не случайно природа юта удивительна в то время как в Солт-Лейк-Сити идет снег на юге штата может царить зной и сотни туристов открывают для себя грандиозный мир каньонов таких причудливых скал и ущелий нет более нигде в мире и будет настоящей удачей если вам встретят человек подобный Спенсеру Коттем Ютл он знает как свои пять пальцев что сочетание с природной тягой приключения как раз то что было нужно нашей съемочной группе Доверившись ему мы вступили на тропу ведущую волшебной мир каньонов честно говоря мы не совсем были готовы к тому что нас ожидал примерно через час безмятежного спуска мы оказались перед первой ступенькой каньона только тогда стало ясно что нам в конечном итоге предстоит по-английски это называется раппеллинг дословного перевода этого термина не существует приблизительно его можно перевести как лазание по веревке основное отличие раппеллинга от альпинизма или скалолазания заключается в том что здесь по веревке только спускаются и все бы ничего но до этого момента члены нашей группы ни разу с этим не сталкивались так что всему пришлось учиться на месте ты уверен что ты этого раньше никогда не делал первый спуск прошел удачно вселив уверенность что не боги горшки обжигают но это были только цветочки вскоре стало ясно что наши сопровождающие всерьез вознамерились показать нам то что мало кто видел и изрядно в этом преуспели и безусловно Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok